всем доброе утро у меня суббота и я приглашаю вас провести эти выходные со мной обещаю будет интересно мы сейчас с вами отправляемся на пробежку я не люблю бегать в спортзале мне нравится свежий воздух и так как сегодня хорошая погода мы с вами сейчас будем бегать я бегаю обычно вокруг дома если не хочу ехать далеко в парк и у меня есть специальное приложение я вам сейчас его покажу с помощью которого я отчитываю свои мили и время сколько я пробежала вот так выглядит за предложение называется run run мы на него заходим и он находит вашу локацию где вы сейчас находитесь вы нажимаете гол и убежите и он отчитывает ваши мили сколько вы пробежали язык за какое время ну вот мы нажимаем 4 3 2 1 до кольцами моя пробежка закончилась фу я устала но ощущения прекрасные сегодня очень жарко но тем не менее я сделала это сейчас я вам покажу на своем предложении какое время мне показывает которая пробежала и сколько миль поздравляем вы бежали одну и 35 миль практически 2 майла я пробежала за 14 минут 51 секунду я вам покажу сейчас пару упражнений которые можете сделать после пробежки и так мы становимся ножки вместе давайте оставим боку чтобы вам было видно вы берете ногу на стопу и подтягиваете пятую ягодичную ножку отводите бедро назад и все тянемся на другую сторону беремся за носок тянемся вперед ноги руки за спину thinks так берем все двумя руками И круговые движения. Ну а я сейчас отправляюсь домой. Я уже около дома. Я быстренько иду в душ, переодеваюсь. И мы с вами идем в маникюрный салон. Мне нужно сделать маникюр. И заодно я вам покажу, какие салоны в Америке у нас здесь есть. В субботу, если хорошая погода, я люблю завтракать на балконе. Я всегда себе готовлю яйцо. Здесь козий сыр. Овощи. Бутерброд с колбасой и сыром. И чашка горячего кофе. Ну что, ребята, я уже приняла душ. Оделась, накрасилась, прихорошилась. И мы приехали сейчас в ногтевой салон, где я хочу сделать маникюр. И я сейчас выйду из машины и поснимаю вам немножко эрию. Какая здесь красивая эрия. Фонтанчики, скамеечки. И мы плавненько подойдем к салону. Я не знаю, разрешат мне поснимать там или нет. Но я хочу вам показать, что у меня до и после будет. Так что оставайтесь со мной. Посмотрите, как здесь красиво. Здесь вот такие скамеечки. Я не знаю, мне напоминает этот дом. Когда я еще была маленькая, гуляла с дедушкой, с бабушкой и жила в России. У нас всегда был такой сквер. И мы там всегда гуляли, брали мороженое и проводили время. И это место мне очень напоминает мой дом. Правда, классно? Так спокойно, красиво. Все чисто. Лаванда растет. Сюда можно прийти, покушать мороженого. Отдохнуть, посидеть, почитать книжку. Не знаю, мне кажется, это замечательное место. А вам как кажется? Наш салон. Куда мы сейчас отправимся? В Селес Нейл Спа. Ну что, пойдем? Ребят, я только что вышла из Нейл Салона. И мне не удалось там ничего поснимать. Но вы должны поверить мне на слово. Мне очень важно было, чтобы мне это в целом понравилось. Я была в нем первый раз. Но важно, потому что он находится рядом с моим домом. Это очень близко от моего дома. И мне понравилось. Там девочки работают хорошие, профессионалы, мастера своего дела. Хотя я не делаю никакие замудренные маникюры. У меня обычный маникюр. Ничего сложного. Достаточно быстро сделали. Массаж легкий для ручек сделали. Так что я досталась довольна. И недорого. 15 долларов я заплатила за маникюр. И плюс чаевые. Ну, я оставила 3 доллара. То есть, в принципе, это недорого. Итак, вот так выглядит мой маникюр до. Вот такой цвет у меня получился. Нежно-нежно лавандовый. Мне очень нравится. Но пока я сидела на маникюре, я все время думала про мороженое. У нас сегодня так жарко, что мы, наверное, сейчас с вами поедем в кафе мороженое. И я покажу вам, какое мороженое в Америке мы кушаем. Вот это место, куда мы сейчас отправимся, называется Баскин-Робинс. Я уверена, что у вас тоже есть такое кафе. Оно достаточно знаменитое по всему миру. Ну что, идем туда пробовать мороженое? Баскин-Робинс Итак, ребята, я уже с мороженым. Я взяла клубничное мороженое с ягодами. Вот такой вот рожочек небольшой. Я отдала за него 3 доллара. Не знаю, дорого для вас это или нет. Но, в принципе, здесь это недорого. Очень вкусное мороженое, поэтому мне приятного аппетита. А куда мы едем с вами дальше, расскажу чуть позже. Итак, мы приехали в магазин Marshalls. Это то же самое, что TG Maxx, если вы слышали. Когда-то в таких магазинах. Это самые популярные магазины в Америке. Здесь продается все. Одежда для детей, для взрослых, женская, мужская. Для дома какие-то товары. Для кухни и так далее. И все со скидкой. То есть в эти магазины уже все поступает со скидкой. Сейчас мы туда зайдем, я вам чуть-чуть поснимаю, что там есть. ПОДПИШИСЬ! 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 Посуды, чашечки, всякие красивые украшения для дома, искусственные цветы, часы, картины. Дальше блокнот и всякие разные снэкс, мед, варенье, чипсы, конфеты, а здесь все для собачек, разный корм. Так, ребят, я только что вышла из магазина Маршалс, это, как вы успели заметить, огромный магазин, и там можно ходить вечно и долго, и обязательно что-нибудь себе прикупить. Но у меня цели не было, бездумно ходить по магазинам. А я заехала туда за подарком для малыша. И я вам сейчас покажу, что я купила. Это у меня вот такой вот пакетик. Минописто Маршалс. Я вас не обманываю, я была именно в этом магазине. Итак, вот такая коробочка у меня есть. На ней нарисована овечка, но это не простая коробочка. В этой коробочке шесть книжек. И все эти книжки про ферму. Маленькие истории про зверюшек, которые живут на ферме. Вот такие вот классные книжки. И, как я сказала, их здесь шесть штучек. И я заплатила за такую прелесть всего лишь 4 доллара. Видите? Это совсем недорого, зато приятно будет и маме, и малышу. И вот такой костюмчик. Это костюмчик двоечка. То есть сразу шла и маечка, и штанишки. Это не джинсы, это просто такой цвет. Это катоновые штанишки. И такая же катоновая маечка с мешуткой. Такой костюмчик у нас стоил 19 долларов, и я заплатила за него 12.99. То есть, ну это совсем дешево. Ну, такие вот подарочки у меня получились. Так что это хороший магазин. В том плане, что если вам нужны какие-то подарки, здесь всегда все можно найти. Хорошие вещи и с большой скидкой. Так что будьте в Америке и пейте в виду. У нас уже вечер. И я дома. Зажгла свечи, сижу на балконе. Заварила большую кружку чая с лимоном. Так что буду пить чай и наслаждаться волшебной обстановкой. Обожаю, когда свечи горят. Ну, а мы увидимся с вами завтра. Всем спокойной ночи. Пока.